В Лобинском филиале Центра диагностики и консультирования Краснодарского края состоялся круглый стол по теме совершенствования системы психолого-педагогического сопровождения детей с учетом их индивидуальных особенностей в развитии. В работе приняли участие представитель Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Ольга Капралова, председатель Краснодарского краевого общественного движения по защите прав и интересов инвалидов Содружества Павел Снаксарев, исполняющий обязанности начальника управления образования Лобинского района Наталья Маршалко, педагоги Лобинского филиала Центра диагностики и консультирования и других образовательных учреждений. Мы рады видеть вас в таком замечательном учреждении, как Центр диагностики и консультирования. На самом деле я очень рада, что мы собрались в такой, ну будем говорить, в домашней обстановке, если говорить так, что поделимся каждый своим опытом. Когда мы говорим о том, какие у нас имеются проблемы, какие решения и когда нас много, понимаете, от каждого из нас можно что-то подчеркнуть. Да, вот здесь так налажена работа, в этом направлении так. И ты уже тогда начинаешь мыслить конструктивно о том, что я-то могу еще тоже вот это добавить и это внедрить. И тем самым мы как бы обратили сейчас внимание на детей с индивидуальными особенностями. Они действительно, если у них нет успеха в учебе, то они успешны в спорте, в творчестве и совсем в другом, да. Они играют на ложках, они играют на флейте, то есть они уникальные. А самое главное, когда родители приводят нам этих детей в школу, в детский сад и отдают это детское сердце. Каждый педагог и каждый из нас должен не упустить его. И чтобы ребенок умывался, и чтобы ребенок чувствовал себя комфортно. И мы должны открыть все эти стороны творчества, учебы, спорта. И в этом вся наша задача, чтобы мы создали самую лучшую комфортную среду во всех учреждениях. На встрече обсудили ряд вопросов. Развитие коммуникативных навыков у детей с особенностями в развитии, их социализацию и адаптацию через творческую деятельность, консультативное сопровождение родителей. Павел Снаксарёв отметил, что в Лобинском районе эта работа ведется на высоком уровне. Главные цели нашей совместной работы – это как раз обучение детей, одаренных детей различных категорий в социальных группах. Это могут быть и сироты, это могут быть и социальные сироты, это могут быть и дети из многодетных семей, и люди с ОВЗ. Я сталкивался с Лобинском где-то несколько лет назад, и я понимаю, что там, где образование, конечно, это уровень достаточный для того, чтобы какие-то настоящие проблемы решать в рабочем порядке. Очень важно, когда мы имеем базы людей с образованием профиль, дополнительным образованием, когда люди понимают, что такое логопедия, что такое коррекционная работа и так далее. Это очень важно, когда это всё идёт на профессиональной основе. Работа в этом направлении в системе образования Лобинского района ведётся давно. Важно отметить, что в Лобинском филиале Центра диагностики и консультирования комплексные мероприятия проводятся не только для детей, но и их родителей. Сегодня мероприятие у нас проводится с целью, наверное, улучшения качества комплексного сопровождения детей, которые имеют особенности в развитии и с особенностями образовательных потребностей. Важно понимать, что это направление в нашем филиале «Оно развито». Мы уже проводим эту работу очень полно и комплексно в течение трёх лет. Количество семей и детей в них, проживающих, с каждым годом увеличивается. Мы стараемся, чтобы это был такой очень цельный подход, чтобы дети могли получать комплекс услуг и мероприятий, в связи с тем, что они имеют определённые особенности и с целью их дальнейшей адаптации и социализации вообще в жизненном формате. А это и детский сад, это и школы, и учреждения дополнительного образования. Я хотела бы сказать, что во взаимодействии с управлением образования нам удалось достичь таких результатов, как включение этих детей в систему дополнительного образования. И это даёт очень высокий результат в плане социализации детей, включения их в социальную среду. Важно ещё сказать, что у нас работает и школа для родителей детей с особенностями в развитии, где мы получаем или, так скажу, правильнее имеем возможность дать и родителям, и детям правильный комплексный подход, ну а также предупредить или профилактировать работу по, наверное, включению и реализации родительского потенциала в будущем. Такие мероприятия значительно повышают уровень работы в системе психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Каждый делится своим опытом и предлагает новые формы и методики, которые в будущем показывают положительные тенденции в развитии особенных детей. Лилица Океан, Георгий Сопов, Лап-Медиа.